Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И я вижу в Яндекс.Директ, какие запросы, по каким запросам люди приходят на наш сайт. И многие вопросы связаны вообще с пониманием того, что такое промышленная психофизиология, что она из себя представляет, какие цели перед собой ставит, какие задачи решает. По достижению этих целей и так далее. Соответственно у меня подготовлена небольшая презентация по этому вопросу. Действительно очень много вопросов по поводу того, что такое психофизиология, что такое лаборатория психофизиологического, подчеркну, обеспечения. Не обследование, а обеспечение. Люди часто путают обо всех документах, законах, федеральных законах, в каких-то постановлениях и актах российского правительства. Мы ведем речь о лаборатории психофизиологического обеспечения. Так вот, чем она занимается? Давайте пойдем. Вот это первый слайд, как бы начало. И начнем мы, как это принято в науке, с терминов и определений. Итак, что такое психофизиология? Это и психология, и физиология на стыке двух наук. Наука это находится. Научная дисциплина, изучающая основы, физиологические основы, психических процессов и целенаправленного поведения человека. То есть, тут две стороны одной медали. С одной стороны это психика, в понимании древних душа, и, соответственно, физиология, или тело человека. Две стороны одной медали. Реверс и Аверс. Термин психофизиология предложен французским философом Массианом. Задачей психофизиологии является изучение, обратите внимание, психологических, психофизиологических и нейрофизиологических механизмов психических процессов человека. Понятно. В психофизиологии используются методы регистрации психологических проб и тестов, сенсомоторных и вегетативных реакций. То есть, мы используем методики, метод эксперимента, методики. Простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект, еще около чуть менее десятка других каких-то функциональных проб, психологические тесты, как то ММПА и КТЛ, уровень нервно-психической устойчивости, уровень субъективного контроля, методы исследования психических функций человека, памяти, внимания, концентрации внимания, переключаемости этого внимания и так далее и тому подобные вещи. Вот то, чем мы пользуемся, если говорить кратко. Вот что такое из себя представляет психофизиология. Итак, психофизиологическое обеспечение. Я об этом особенно останавливаюсь. Обратите внимание, не обследование. Мы не обследуем. Мы вернее обследуем. Это одна из наших задач. Но если говорить в целом о лаборатории, о ее деятельности, это обеспечение всестороннее, многогранное. Это не только тесты, пробы и диагностика. Это именно обеспечение предприятий. И психофизиология это система специальных мероприятий, направленных на предотвращение нарушений психофизиологической адаптации персонала за счет учета психофизиологических особенностей работника, негативного влияния производственных факторов и проведения своевременных реабилитационно-оздоровительных мероприятий. Вот что представляет из себя психофизиология применительно к промышленности, к какой-то производственной деятельности человека. В разных областях эта деятельность происходит. В атомной энергетике прежде всего, в транспортной сфере, ЖД и автотранспорт, авиаперевозки, морские перевозки, в области нефтегазовой сферы, поскольку используются на многих предприятиях источники ионизирующего излучения. Кто знает, кто связан. Приборы используются специально, содержащие источники ионизирующего излучения. И так далее. Одним словом, основное, что мы делаем, мы пытаемся смотреть на человека. Наверное, даже не так. Мы видим две стороны одной медали. С одной стороны это производство, то есть его законы, методы, способы осуществления какой-то профессиональной деятельности. С другой стороны это человек. То есть, опять же, повторюсь, я очень люблю эту фразу. Две стороны одной медали. Производство с одной стороны и человек на этом производстве. Вот для того, чтобы не совершалось никаких несанкционированных действий, не происходило никаких ЧП и тому подобных вещей в разных областях деятельности, атомной, транспортной, нефтегазовой, мы существуем. Существует лаборатория, и лаборатория занимается психофизиологическим обеспечением. Обратите внимание, в этой фразе еще очень важный момент. Проведение своевременных реабилитационно-оздоровительных мероприятий. Люди работают, люди истощаются в деятельности, и они, соответственно, имеют такой механизм, как компенсация. Люди способны восстанавливаться. Самый простой пример. Вышел человек на рабочую смену, к обеду утомился, отдохнул, перекусил. После обеда работоспособность у него, несомненно, снижается. Это доказанный факт, но он продолжает работать. Вот для того, чтобы он вышел на эту смену в оптимальном функциональном состоянии, выдержал все нагрузки, которые к нему предъявляет производство, значит, отдохнул, продолжил работу после обеденную, выйдя с работы утомившимся, уставшим, нашел себе силы дойти до дома, что-то еще поделать дома, отдохнуть, восстановиться, компенсировать свои трудозатраты, которые произошли в течение рабочей смены или в процессе транспортирования продукции или же, допустим, эксплуатации и работы с какими-то потенциально опасными вещами на своей деятельности. И на следующий день вновь вышел на свою работу бодрым, свежим, отдохнувшим и компенсированным. Если этого не происходит, человек работает на истощение. Соответственно, в этом случае к нему могут быть примены как методы медицины, так и методы психофизиологии. То есть комплекс мероприятий, как непосредственно по лечению, восстановлению человека, его каких-то физических характеристик, так и его психофизиологических характеристик. То есть психика формирует наше тело. Психика первична, тело вторична. Душа первична, тело вторична. И как угодно это можно об этом говорить. Вот таким образом это так вот происходит. Мы обеспечиваем не только диагностику и оценку человека, но и реабилитационно-здоровительные мероприятия. Лаборатории такие проводят. Или должны проводить, если они как бы существуют официально аттестованы на территории Российской Федерации. Как мы, например. Идем дальше. Что такое психофизиологическое обследование? Прежде чем что-то лечить, вот вы приходите к врачу, вас врач диагностирует, дает вам термометр по мере температуры, отправляет на компьютерную томографию, МРТ, еще какие-то методы диагностики, кровь вы сдаете, какие-то физиологические отправления человека, кровь, мочу, лкал и так далее. Врачи вас обследуют и затем уже ставят вам диагноз. Нозологический врачи это делают, исходя из своих каких-то знаний и терминов. Там МКБ-10, международная классификация болезней, там все четко прописано. Врач открывает это издание МКБ-10, смотрит, да, значит вот у человека такие-то проблемы, он смотрит, подпадает под это, под это, под это и соответственно выставляет нозологический диагноз. В основе основ любой деятельности, будь то медицинской, будь то психофизиологической, лежат, значит, диагностические процессы. Первое, это диагностика. Обследование в отношении психофизиологии, вы на своих экранах сейчас видите. Это психофизиологическое обследование, направленное на оценку профессионально важных качеств работника и уровня его психофизиологической адаптации с использованием психофизиологических, психологических и физиологических методов. Обратите внимание на такую фразу, как профессионально важные качества. Если, как любят у нас в стране, делать из этой фразы аббревиатуру, получается ПВК, профессионально важные качества. В последнее время этот термин несколько трансформировался. Он остается действительным, он действующий, этот термин ПВК, но, тем не менее, иногда говорят, относительно человека, все чаще начинают употреблять такой термин, как ПВЛК, профессионально важные личностные качества. Это не совсем точно, на мой взгляд, все-таки более точно говорить о ПВК, но, тем не менее, личностных качеств. Не три буквы ПВК, а ПВЛК, профессионально важные личностные качества. Почему личностные? Это, я считаю, некоторым искажением, может быть, неточностью, некоторой, ну, не скажу, что ошибкой, но, тем не менее. Соответственно, подразумевается, что личность человека, а если говорить четко и точно о характеристике личности, это некий всеобъемлющий термин, который подразумевает под собой и его функции, то есть, внимание, память, мышление, речь, эмоционально-волевую сферу, равно как и его какие-то личностные характеристики, объединенные такими терминами, как темперамент, это физиологические основания существования человека с точки зрения психики, это характер, это его психологическая составляющая и, соответственно, личность как таковая. То есть, некоторая подмена, не подмена понятий происходит, когда говорят о ПВЛК, но пытаются объединить в нечто единое, как индивидуальность человека, его психические функции и его личностные характеристики. Если говорить применительно, на мой взгляд, если говорить применительно все-таки к производству, к деятельности человека, к его рабочей деятельности, то, наверное, точнее говорить, вот как здесь отображено, о ПВК, профессионально важных качествах. Это как бы уже такой терминологический дискусс, такой спор некий между профессионалами происходит. Как точнее характеризовать то, что происходит с человеком в процессе его работы. С одной стороны, понятно, это его качество, как работника, исполнителя и так далее, и так далее, и так далее. То, чем занимается производство по отношению к работнику. С точки зрения психофизиологов, это его функции и, соответственно, темперамент, характер, личность как таковая. Такой вот некий дискусс происходит постоянно в среде психофизиологов по этому поводу. Как верно, профессионально важные качества или профессионально важные личностные качества? Ну, это уже наши собственные заморочки, но, черт возьми, интересно. Давайте перейдем дальше от психологических обследований к профессионально важным качествам. Ну, вот, собственно, то, о чем я вам говорил, что такое профессионально важные качества. Если быть точным, в рамках психофизиологии, промышленной психофизиологии существует такое понимание, как профессиография, такой термин, профессию пишу, или вернее точнее будет сказать профессию описываю. Соответственно, если мы описываем с вами профессию, мы учитываем в этом описании и те требования, которые предъявляются как минимум руководством деятельности человека, профессионалу, который занимается какой-то потенциально опасной деятельностью, так и его личностные характеристики. То есть, основной мыслительный процесс, как вам всем известно, уважаемые коллеги, это обобщение, и вот обобщая профессию, мы описываем эту профессию, мы профессиография, профессию описываем. С одной стороны медали производства, с другой стороны медали человек. Так вот, индивидуальные психофизиологические и психологические особенности работника предприятия, определяющие его потенциальные или реализуемые способности к профессиональному обучению и дальнейшей эффективной деятельности, профессиональной деятельности, как раз и определяют профессионально важное качество человека. Насколько он способен выполнять деятельность с заданным уровнем эффективности и способен в дальнейшем компенсировать те трудозатраты, которые он привносит в свою работу, в свою жизнедеятельность. Обратите внимание, я упомянул термин трудозатраты, это раз. А второе, не менее важное, это компенсация того, что происходит с человеком в процессе его труда. То есть, изначально мы напрягаемся, у нас есть какой-то стимул к деятельности, мы хотим заработать денег, мы хотим и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, мы предпринимаем какие-то усилия деятельность, в этой деятельности человек неизменно истощается, но у нас есть механизм компенсации. Если мы компенсируем эту деятельность, потраченные на нее усилия, в этом случае мы расцениваем человека как эффективного работника, с достаточным уровнем его функциональной адаптации к деятельности. Надеюсь, вам это понятно. Вот если говорить об этом, ну не сказать, что кратко, но всеобъемлюще. Пойдем дальше. Что такое психологические противопоказания? Речь идет о том, что в процессе диагностики человека мы наблюдаем, что у него какое-то, ну не скажу, что искажение, а какое-то вот недостаточное, как я уже говорил, компенсация каких-то моментов в его жизнедеятельности. И вот эта недостаточность компенсации, восстановление человека, его психических, психологических сил, ресурсов и возможностей приводит в конечном итоге на протяжении какого-то времени длительного, понятно, что это какой-то срок проходит, там человек работает год, два, пять лет, десять лет, двадцать пять лет, тридцать, сорок лет, работает где-то на производстве, вкладывает в это дело свои силы, физиологические ресурсы, у него истощаются. И со временем у него могут проявиться эти самые психиологические противопоказания. У меня есть несколько видео по поводу этих психиологических противопоказаний. На данный момент мы в своей деятельности оперируем с двадцатью пятью такими противопоказаниями, да, то есть мы четко понимаем, вот это невроз, вот это какое-то, значит, соматика идет или еще что-то. Ну, кому будет интересно, можете посмотреть видео на нашем канале, более подробное об этих противопоказаниях. Одним словом, речь идет о том, что со временем трудовой деятельности, со временем вообще жизни человека, у него проявляются какие-то неблагополучные, будем так говорить, факты, факторы в какой-то сфере. Будь то в сфере непосредственной психологии, психики его, будь то в сфере его каких-то физиологических или психофизиологических состояний и реакций, утомляемости, истощаемости, головных болей, гипертонии, язвенные болезни желудка, неврозов, психопатии и так далее. Ну, то есть, вот я так все в кучу это смешал, все эти термины, да, ну, об этом есть более подробное, обстоятельное, последовательное видео. Пока лишь я хочу сказать, что психологические противопоказания это то, что мы выявляем в процессе диагностики человека, его, диагностики его психики, диагностики его физиологии, диагностики его психофизиологии, на стыке между психикой и физиологическими состояниями этого человека. Выявляя такие противопоказания, мы говорим о том, что человек уже не в первой группе, а допустим во второй группе риска или не дай бог в третьей группе риска, когда он уже совсем настолько истощен в деятельности, что не может продолжать эффективно, не восстанавливается, не компенсируется и не может продолжать эффективно свою рабочую деятельность. У разных людей это по-разному, разные люди, разные обстоятельства, разные производства и так далее. Ну, вы, я думаю, об этом все хорошо и без меня понимаете. Идем дальше. То, о чем я говорил, самая важная компенсация, это набор факторов, включающий деловые и личностные качества, знания, умения и навыки человека, необходимые для работника, для успешного выполнения своей работы человеком, то есть показатели, по которым оценивается эффективность работы сотрудника. Соответственно, этот термин, это определение дает четкое понимание того, что человек работающий, он имеет возможность, вернее так, любой человек, неважно работающий, он не работающий, у него происходят моменты подъема и спада. Он оптимально, оптимален в своем функциональном состоянии, проходит какое-то время, как, если применительно говорить, к рабочей смене, он истощается к концу рабочего дня, так и в течение жизни. Компенсация, она многогранна, ее можно применять и апеллировать ею в отношении разных временных периодов. Как-то рабочая смена, допустим, недельная усталость, никому ни для кого не секрет, что четвергу, пятницу человек, и даже есть такое определение термин, пятничная усталость. То есть в пятнице человек менее эффективен, нежели он находился в понедельник, во вторник и так далее, в первой половине рабочей семьи, пятидневной недели. Ну и также это все происходит и в течение всего жизненного периода человека. То есть понятно, что человек рождается и начинает умирать, по одной из версий наших и не наших философов, нашего Вильяма Шекспира, как говорится. Соответственно, как только человек рождается, он умирает, он начинает развиваться, у него формируются его психические функции, внимание, память, мышление, речь. Формируется темперамент, характер, личностные свойства, социальные напластования какие-то, те законы и нормы, которые к нему предъявляет общество. И соответственно, как только человек начинает функционировать, будь то в течение дня, будь то в течение недели, месяца, года или всей своей жизни, он сталкивается с таким механизмом, как компенсация. Устал, надо восстановиться. Устал за неделю, в пятницу надо устроить, сами знаете что, питница. У нас в России есть такой термин, наверное, не научный, питница, но это шутка. Ладно, не буду об этом говорить и вдаваться в какие-то подробности, но тем не менее, человек должен нормально компенсироваться. Не обязательно питница, а может быть обязательно поход на лыжах в субботу, воскресенье со всей семьей. Значит, отвлечение где-то на какие-то другие свои увлечения, хобби и так далее, переключение видов деятельности. С рабочей на личностно значимую, заинтересованную какую-то деятельность и так далее. Одним словом, компенсация это важнейший ведущий компонент функционирования человека в течение всей его жизни. Начиная там от рождения, кончая смертью. Насколько эффективен человек, или будем так говорить относительно производства, человек работник своей компенсации, трудозатрат, тем он успешен вообще в жизни. То есть у каждого это понятное дело по-своему как-то происходит. Но одним словом, компенсация ведущий механизм. Устал? Отдохни. Упрощая, очень сильно упрощая. Идем дальше. Да, вот у нас компенсация. И мы переходим к следующему слайду. Есть былый... Сейчас существует вот такой автор, небылицыно. Не помню уже имя отчества. Речь идет непосредственно о человеке, выполняющем какую-то деятельность. Здесь он назван человеком-оператором. И надо понимать, что это не значит, что человек сидит там за каким-то пультом, блочным щитом управления атомной станцией, предположим. Человек-оператор это вообще любой человек. То есть можно операционистом назвать человека, работающего в банке. Допустим, даже вот по созвучию однокоренным словам, операционист в банке. Человек, работающий за компьютером, за приборной панелью, на ездящий на каком-нибудь автокаре. Или там капитан судна, который идет по морям и океанам. Способность к сохранению требуемых качеств в условиях возможного усложнения обстановки. Или, короче, как сохраняемость устойчивости оптимальных параметров индивида. Вот то, о чем мы часто очень говорим, когда пишем свои заключения. Насколько человек надежен в деятельности, насколько он опять же может выполнять эту деятельность. Обратите внимание, кавычки открываются с заданным уровнем эффективности и с нормальной компенсацией своих трудозатрат. Кавычки закрываются с заданным уровнем эффективности и с нормальной компенсацией своих трудозатрат. Вот если это в плюсе, если это в норме все у человека происходит, тогда мы говорим о надежном человеке, о надежном работнике. Я думаю вам это понятно. Очень четко я это озвучил. Если говорить о надежности человека в деятельности, в производственной, вообще в жизни деятельности, что такое выполнение деятельности с нормальной компенсацией трудозатрат. Эффективное выполнение деятельности с нормальной компенсацией трудозатрат. Ну вот давайте я наверное на этом остановлюсь. Тут у меня достаточно большая презентация. Расширяется тут термин надежность, компенсация. Ну и здесь дальше идет уже непосредственно о производстве. Давайте я на этом остановлюсь. Я думаю озвучил очень важные моменты для многих людей, потому что постоянно задают такие вопросы, пишут письма. Я вижу те запросы, которые приходят на наш сайт. И соответственно я пояснил вопросы промышленной психофизиологии человека в области деятельности, в области промышленной деятельности, производства, как угодно. На этом все пожалуй. Если будут какие-то вопросы, задавайте их под этим видео. Пишите мне на электронную почту, попробую пояснить и раскрыть те моменты, которые вас могут еще заинтересовать. Но мне кажется в этом видео куда уж подробнее. Благодарю вас за внимание и удачи вам!